Здравствуйте! Это программа «Вопрос по делу». Я его ведущая Нина Приходько. И сегодня поговорим о принятии стратегии инвестиционного развития Ростовской области. Сегодня у нас в гостях Крючков Виталий Геннадьевич, руководитель экспертной группы Ростовской области, агентство стратегических инициатив, которое возглавляет президент России. Здравствуйте, Виталий Геннадьевич! Здравствуйте! Итак, насколько изменилась инвестиционная стратегия по сравнению с версией 2013 года? Небольшая предыстория. Стратегия была принята в рамках стратегии социально-экономического развития 2020 Ростовской области. Из нее был выделен блок стратегии инвестиционного развития и утвержден отдельным постановлением в конце 2013 года. С учетом того, что это не был отдельно разработан документ, он имел целую массу замечаний, предложений. И правительство области взяло на себя обязательства в течение года их учесть, откорректировать и принять тот документ, который можно будет реально назвать стратегией инвестиционного развития. И вчера на публичных слушаниях этот вариант стратегии был нам предложен, представлен для изучения. Скажу сразу, это принципиально другой документ. То, что мы рассматривали в конце прошлого года, и то, что нам было предложено к анализу, изучению на днях, это два совершенно разных документа. В лучшую сторону. В лучшую сторону. И это тот документ, который же можно расценивать как некий скелет, который с учетом доработок, с учетом предложений, а их немало, их достаточно, они все конструктивные, с учетом доработок по нему можно двигаться вперед. Доработки, которые были предложены в том числе и вашей структурой вчера, да? Да, мы активно обсуждали с экспертами эту стратегию до вчерашнего обсуждения, поскольку она же в течение месяца висит на сайте и может любой желающий с ней ознакомиться. Мы дважды проводили внеочередные заседания экспертной группы, собрали консолидированные предложения, проанализировали их, отправили в правительство. А вчера озвучивали те предложения, которые считаем наиболее весомыми, наиболее значимыми. Ну, например, согласно стандарту деятельности органов исполнительной власти, которую мы мониторим в Ростовской области, стратегия должна помимо целей и направления развития, должна содержать конкретный план мероприятий, благодаря которому эти цели будут достигнуты. Она должна содержать оценку ресурсов, которые необходимы для того, чтобы эти цели достичь. Она должна содержать потенциальные трудности и барьеры, которые необходимо преодолеть для того, чтобы эти цели достигнуты. Должны быть ответственные лица конкретно по каждому мероприятию. Сейчас это представлено стратегией, но оно представлено рамочно. То есть мы просим правительства, чтобы эти вопросы были учтены, чтобы она была доработана. Также несколько размыты приоритеты. Просим приоритеты конкретизировать в разрезе срока исполнения. Если сейчас по каждому мероприятию и по каждому приоритету срок реализации стоит 14-20 годы, то мы считаем, что на определенных этапах за эти 7 лет будут возникать некоторые направления, которые наиболее приоритетны из тех, которые мы озвучивали сегодня. Какие приоритеты? На сегодняшний день это, естественно, агропромышленный комплекс. У нас агрорегион и промпереработка – это наиболее весомый. Конкретно если это у нас полный провал с производством крупнорогатого скота. Это полный провал. Естественно, на это нужно обратить наибольшее внимание и на это нужно направить всю мощь государственной поддержки. Виталий Геннадьевич, а на каких приоритетах Вы бы рекомендовали акцентировать внимание? На самом деле спектр приоритетов обозначен стратегией. Но мы считаем, что необходимо более конкретизировать их и в отраслевом, в сегментном аспекте, и во временном аспекте. Говорить о том, что мы готовы развивать одновременно и в равной степени поддерживать агропромы, промышленности, туристические кластеры, услуги, невозможно. Ресурсов на всех не хватит государственных. Поэтому необходимо конкретизировать. В этом году мы на основной упор делаем, скажем, на производстве крупнорогатого скота. В следующем году на глубокой переработке зерна. В следующем году на развитие кластеров промышленного, швейного и так далее. Почему это необходимо? Мы живем в очень жестких конкурентных условиях. Борьба за инвесторы, борьба за инвестиции развивается и на мировом рынке, и внутри региональном. Почему мы провалились по производству крупнорогатого скота? Да потому что в других регионах банально созданы лучшие условия для инвесторов, которые готовы вкладываться в эту отрасль. В Воронеже развивается, в Белгороде развивается, в Ростове нет. Давайте подумаем, почему там развивается, у нас нет. Если мы будем пытаться поддержать всех одновременно, мы как тонким слоем размажем все наши ресурсы и не получим значительного эффекта нигде. Поэтому на это нужно обратить очень пристальное внимание. А соответствует ли стратегия требованиям инвестиционного стандарта? И вообще расскажите, что себе представляет стандарт. Инвестиционный стандарт – это стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. После кризиса 2008 года правительство Российской Федерации, осознав в очередной раз или придя к необходимости практических действий по поддержке бизнеса и инвестиций, приняло решение о разработке стандарта, на основании которого все регионы должны обеспечить определенный минимум инвестиционных условий в своем регионе. В процентном соотношении, да? Или можете сказать, как изменилась эта ситуация? Вот стандарт содержит 15 разделов, из которых выбраны три блока, выделены три блока. Первый блок – это стратегические, это инвестиционная стратегия, это послание, это план развития. Второй блок – это механизмы поддержки бизнеса предпринимателей. И третий блок – это регуляторная среда, то есть административные барьеры, это оценка регулирующего воздействия законодательства. Я не буду сейчас на всех разделах, с этим можно ознакомиться на сайте агентства стратегических инициатив, на сайте ОСИ ЮФО Ростов, это сайт регионального отделения агентства. Важно что? Важно, что внедрение данного стандарта обеспечит для инвесторов Ростовской области минимальный набор благоприятных условий для ведения своего бизнеса. То есть должна быть понятность, должна быть прозрачность, прежде всего процедур, которые требуются для организации бизнеса в регионе. На сегодняшний день внедрены все 15 разделов стандарта и мы находимся в режиме мониторинга внедрения. Чем это отличается? Внедрение стандарта заключалось в разработке, принятии законов, регламентов, нормативно-правовых актов. Но сам факт принятия закона мы знаем, что не всегда говорит о том, что он качественно исполняется. И понимая эту проблему, мы сейчас находимся в режиме мониторинга, мы по каждому разделу стандарта, по каждому закону отслеживаем, насколько он эффективно выполняется. И вот принятие стратегии, это как раз этот этап, когда после принятия стратегии мы говорим о том, что для того, чтобы она еще качественно работала, ее нужно доработать, ее нужно конкретизировать, ее нужно улучшать. И это процесс бесконечный. Почему? Потому что ситуация постоянно меняется. Стратегия, как и тактика, она должна подстраиваться под те условия, под те изменяющиеся, динамично изменяющиеся условия и в мировой экономике, и внутри региональной экономике. Соответственно, при достижении определенных целевых показателей по отдельным направлениям, их, естественно, нужно пересматривать, их нужно конкретизировать. С одной стороны, чтобы не потерять динамику, с другой стороны, чтобы учесть те ошибки и те недочеты, которые мы будем иметь. Спасибо вам большое за интересную беседу. Будем надеяться, что все-таки развитие пойдет по оптимистичному плану. Я вас благодарю, благодарю наших зрителей за внимание. Увидимся скоро. Продолжение следует...